Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы готовим опять на кухне. Сегодня мы будем готовить потрясающий салат Цезарь с креветками. Давайте же быстрее начнем, я расскажу, что нам понадобится. Итак, что нам понадобится? Я взял, посмотрите, креветки королевские 30 на 40. Самые большие, которые были в супермаркете. Конечно, лучше бы взять лангустины, но они у меня закончились. Лучше взять тигровые креветки 16 на 20, побольше, чтобы они были, и сыры. Эти креветки уже вареные мороженые. Какие были, можно делать с абсолютно любимой креветкой. Потому что вареные, единственное, что их просто прихватить, и сразу можно выкладывать на тарелочку. А из сырых, и то немножко побольше пожарить. Вот такие вот креветки я взял. Вот они уже чищены. Вот они такие креветочки. Далее, посмотрите, что нам понадобится. Давайте соберем. Нам понадобится салат Айсберг. Вот он. Вообще идет у нас Романа классический вариант. Но я предпочитаю Айсберг. Далее, крутоны. Такие вот крутончики из батона. Пармезан я уже беру натертый вот такой уже. Пластинка мне не нравится. Помидорки черри, перепелиные яйца и соус Цезарь. Соус Цезарь я уже... У меня он готовый. Внимание, еще раз скажу. Обалденный соус Цезарь. И вот эти сухарики, как сделать, посмотрите. Есть отдельно мои видео. Сухари сделать несложно. В пару словах. С батона убирается верхняя корка. Нарезается кубиком. Растапливается масса сливочная с чесноком. Поливается. Сухари нарезаются кубиком крупным. Ну, по-разному все нарезают. В духовку 150 градусов. Все это полчаса стоит, постоянно перемешивается. Такие крутоны. Посмотрите, соус отличный. И отдельно крутоны, гренки на сухаре. У меня отдельно есть видео, почему я так много соуса сделал. Потому что он не только идет в салат Цезарь, а в другие блюда тоже я его добавляю. И когда я делаю отличный соус, потрясающий, я стараюсь его делать побольше. Потому что анчоусы я не постоянно беру. Потому что это, конечно, вкусно. Но достаточно дорого. Давайте начнем. Берем миску, рвем. Можно резать, можно рвать. Рвем вот так вот наш салат Айсберг. Сделаю я примерно на порцию одну. Когда заготовка есть, как вот в ресторане, все делается достаточно быстро. Все, достаточно. Добавили мы салата. Добавили мы наших крутонов. Вот так вот добавили. Ну, тут я больше делаю. Такая это у меня домашняя порция, можно сказать. Добавляем соус Цезарь. Ну, у меня емкость побольше. Здесь три таких ложечки где-то соуса добавили. Чуть вот так... Перемешиваем. Как следует перемешали. Итак, выкладываем наш замешанный уже салатик. Тут можно, конечно, сказать, тут вся, можно сказать, двойная порция такая домашняя. Выложили наш салат. Что мы делаем дальше? Давайте перед креветкой просто надо быстренько с двух сторон прихватить, потому что они уже готовы. Смотрите. Черри. Добавляем черри на украшение. Перепелиные яички. Можно вот целиком даже положить их вот так вот. Перепелиные яички. Далее посмотреть сейчас будем... Сейчас будем жарить креветки. Креветки вообще моментально. На раскаленную сковородку добавляем наши креветки, соль, перец. Просто их прихватываем, выключаем и выкладываем. В наш салат добавляем. Добавили в наш салат произвольно. Вот так вот добавили наш салатик. Тут, конечно, вся тройная порция. Ну, для примера, сверху сыром пармезан. Все. Наш салат Цезарь с креветками готов. Итак, пробуем наш восхитительный салат. Говорю, креветочку вот эту с листом салата. Ребята, это просто божественно. В креветки, вот если мы в Цезарь добавляем, в соусе присутствует чеснок. Не надо, я просто на масле растительном жарю. Не добавляю ни чеснок, никаких вот специй. Просто соль, перец. Они уже были отварные, креветки мороженое 30 на 40. Я просто на раскаленной сковородке чуть-чуть их обжарил слегка, дал соль, перец, прогрел и выложил. Слишком долго не надо жарить, потому что они могут стать резиновыми. Попробуйте по этому рецепту, и вы не пожалеете. Также подписываемся на мой инстаграм-канал, там тоже очень много будет интересного. Ссылочка в описании. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока!